Сына и Святаго Духа Аминь Из поучения Святаго Иоанна Златоустого на книгу Деяний Апостольских Милостыня совершается не только деньгами, но и делами Так, например, можно ходатайствовать, подать руку помощи Часто в делах ходатайство помогало даже больше денег Итак, приведем в действие в настоящем случае все роды милостыни Можешь деньгами немедли Можешь ходатайством, не говори, что у тебя нет денег Это ничего, и то значит весьма много Будь так расположен, как бы ты подавал деньгами Можешь услугу и сделай это Например, ты врач по званию Позаботься о больных, и это много значит Можешь советом Это гораздо важнее всего Совет, тем лучше и выше всего, чем больше он приносит пользу Им ты избавляешься не от голода, но от лютой смерти Им и апостолы были особенно богаты Поэтому раздачу денег они верили низшим, а сами пребывали в служении слову Или думаешь, ты невелика будет милостыней, если душу, предавшуюся унынию, находящуюся в крайней опасности Одержимую пламенем страсти Можешь освободить от этой болезни Например, ты видишь друга, одержимого сребролюбием Окажи милость этому человеку Он хочет удавиться, угаси пламя него А что, если он не послушается? То делай свое дело и не ленись Видишь его связанного узами Сребролюбие ведь поистину узы Приди к нему, посети его, утешь Постарайся освободить от уз Если он не согласится, сам будет виноват Видишь на головы и странника Поистине наг и странник для небес Непекущейся добродетельной жизни Возьми его в дом свой Одень в одежду добродетеля и сделай гражданином небо А что скажешь, если я наг сам? Одень наперед самого себя Если знаешь, что ты наг, то, конечно, знаешь и то, что ты должен одеться Если только ты знаешь свойства этой ноготы То легко можешь узнать и свойства ей одеяния Как многие женщины носят шелковые одежды И поистине обнажены от одежд добродетели Таких пусть одевают мужья Но они не принимают этих одежд, а хотят тех Сделай сначала так Возбуди в них желание этих одежд Покажи, что они наги Беседуй о будущем суде Скажи, что там нужны будут нам другие одежды А не те шелковые Если позволите мне, то и я покажу эту ноготу Ногой во время стужи цепенеет, дрожит Стоит скорчившись и поджавши руки А во время жара не делают этого Если теперь я покажу, что и богатые мужи, и богатые жены Тем более, бывают ноги, чем более одеваются То не гневайтесь Скажи мне, когда мы рассуждаем о гиене и тех мучениях Не больше ли цепенеет, удрожат эти, нежели те ноги Не воздыхают ли они тяжко и не осуждают ли самих себя Когда они приходят к кому-нибудь и говорят Помолись обо мне Не то же ли самое говорят они, что и те Впрочем, теперь, чтобы мы не говорили Эта ногота не будет видна вполне Она видна будет там Как и каким образом? Когда эти шелковые одежды, драгоценные канни погибнут И в одних только одеждах добродетели и порока явятся все Когда бедные будут обличены великую славу А богатые в ноготе и безобразии будут влечены на мучения Как был нежнее того богача, облекавшегося в порфиру? Кто беднее Лазаря? Кто из них говорил подобно нищим? И кто наслаждался блаженством? Евангелие от Луки 16 глава Скажи мне, если бы кто украсил дом своим множеством покрывал А сам сидел внутри его ноги, какая была бы польза? Так бывает и с женами Дом души, то есть тело одевает множеством украшений А госпожа дома сидит внутри ногая Откройте, прошу, душевные очи, я покажу вам душевную ноготу Что такое одежда души? Ясно, что добродетель, а что ногота порок Как если обнажить кого-нибудь из свободных, кто он стыдится, стесняется и убегает Так точно и душа, не имеющая этой одежды, когда мы хотим взглянуть на нее стыдиться И теперь думаешь, многие не стыдятся ли и не удаляются ли в самую глубину Как бы ища какого покрывала и занавеса, чтобы не слышать этих слов А другие, ничего не осознавая за собой, веселятся, радуются, утешаются и восхищаются сказанным Послушай о блаженной Фекле Она для того, чтобы увидеть Павла, отдала свое золото А ты не отдашь и обола, чтобы увидеть Христа Удивляешься поступкам ее, но не подражаешь ей Не слышишь ли, как Слово Божие ублажает милостивых? Блаженный милостивый говорит, ибо они помилованы будут Матфея 5,7 Какая польза драгоценных одежды, доколе мы будем пристрастны к этому украшению Будем одеваться славой у Христа Будем облекаться той красотой, чтобы нам и здесь получить похвалу И там сподобиться вечных благ По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно И во веки веков Аминь